Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Самые престижные награды телеканал «Самара ГИС» отмечен в двух номинациях в журналистском конкурсе на призы губернатора. В Самаре популярность ипотеки выше, чем в среднем по России. Насколько увеличился спрос в 2021 году, расскажем в новостях экономики. 800 участников со всей России. Лыжный марафон «Соколь Егор» открыла ночная гонка. Главное событие года в медиасфере. В Самаре наградили победителей журналистского конкурса на призы губернатора и вручили премии «Золотое перо». По традиции церемонию приурочили к празднованию Дня российской печати. Сразу в двух номинациях престижного конкурса победили наши коллеги – сотрудники телеканала «Самара ГИС». Имена озвучат Мэри Елчан. Лучшие представители региональных и муниципальных СМИ в одном зале. Повод собраться приятный. 10-й юбилейный конкурс на призы губернатора. Творческое состязание проводилось по двум направлениям – год науки и технологий и 170 лет Самарской губернии. Торжественную церемонию открыл глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил важную роль представителей средств массовой информации в деле формирования имиджа и повышения привлекательности области. У журналистики в регионе колоссальные просто традиции. Можно вспомнить имена выдающихся журналистов, и сегодня мы их, я уверен, не раз вспомним, которые заложили традиции, традиции, которые вы храните и чтите, которые не даете, несмотря на изменение формата, технологий, придать забвению. Но, конечно, вы создаете и новые традиции. И это очень важно. Я очень бережно к этому отношусь. И именно поэтому мы непременно продолжим наше сотрудничество и в рамках этого конкурса, и с союзом журналистов. Коллектив телеканала «Самары ГИС» в лице главного редактора Елены Орловой отметили благодарность от губернатора Самарской области за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Также Елена Орлова получила диплом победителя в номинации «170 лет Самарской губернии. Сила в единстве». Мы рассказываем о великих людях, которые внесли вклад в историю нашей области. Я считаю, что человек, в судьбе которого хоть когда-нибудь промелькнула Самара, он будет всегда абсолютно другим. И я считаю, что во многом, что мы должны формировать свое определенное отношение к самарскому характеру, мы должны передавать это своим молодым коллегам, каковых сегодня я в зале вижу очень много. Победу удостоился и руководитель направления по медиакоммуникациям «Самары ГИС» Анатолий Головко. Он признан лучшим в номинации «170 лет Самарской губернии. История в лицах». Анатолий и сплоченная команда профессионалов нашего телеканала несколько месяцев трудились над созданием фильма, посвященного открытию Стеллы «Город трудовой доблести». Хочу в первую очередь сказать, что для меня это действительно очень важно. Но вместе с тем хочу отметить, что это не только моя работа, это работа большого коллектива, это работа монтажеров, видеооператоров. Поэтому это наша общая победа. И я горд, что я работаю с такими опытными профессионалами на телеканале «Самары ГИС». Награды премии Союза журналистов России вручила председатель областного отделения Ирина Цветкова. Огромное спасибо за вашу работу, за ваше честное отношение к профессии. Каждый выходит, получает награду. Какие вы классные, какие замечательные. Вот вы такие труженики на самом деле. И это заслуживает отдельных аплодисментов. АПЛОДИСМЕНТЫ За новостями в наших соцсетях следят почти 40 тысяч подписчиков. На нашем ютуб-канале уже более 28 миллионов просмотров. Ежемесячно наши посты охватывают свыше полумиллиона пользователей. По этим показателям мы среди безоговорочных лидеров в регионе. Мы регулярно занимаем топовые позиции в сюжетах Яндекс.Новостей. На данный момент «Самары ГИС» — единственный в городе телеканал, у которого есть активное мобильное приложение на базе iOS и Android. Проекты канала регулярно занимают призовые места в различных творческих состязаниях. Мэри Илчан, Василий Калдашов, События. А теперь еще об одном профессиональном состязании. В Самаре состоялся финал окружного этапа профессионального конкурса «Учитель года Самарской области». И если обычно в конкурсе участвуют преимущественно педагоги по классическим предметам, русскому, математике или, например, физике, то в этом году больше учителей иностранных языков, литературы и физкультуры. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Урок иностранного языка в формате квеста, рисование звуками и еще десятки идей, как сделать учебный процесс ярче, интереснее и информативней. В 68-й школе Самары состоялся финал окружного этапа профессионального конкурса «Учитель года Самарской области». На участие в этом этапе поступило 20 заявок. В финал вышли 6 педагогов. Половина из них — молодые учителя. И если обычно в конкурсе участвуют преимущественно преподаватели русского языка, математики, физики, то в этом году больше учителей иностранных языков, литературы, физкультуры и даже музыки. Проверка своих способностей, сил, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Эта технология, она называется так, звукообразное рисование. То есть, по сути, оно не так часто применяется в музыке. И тем самым я и хотела показать, что такие технологии, которые можно использовать, как и, допустим, интегрированный урок музыки, допустим, с изобразителем искусства, с литературой. Городской этап конкурса проходил в несколько туров. Победители выбирает компетентное жюри. Наш конкурс – это общение, это обмен опытом, это профессиональный разговор. Каждый конкурс, каждый год – это новые какие-то находки, появляются новые имена в образовании, какие-то новые идеи, какие-то новые наработки. Действительно, мы можем увидеть те результаты, которые наше государство вкладывает в развитие образования, в том числе, путем реализации современных национальных проектов. Я думаю, это большое подспорье для вас и в будущем, в карьерном перспективе, в личном развитии. Но самое строгое жюри – это дети. И их мнение также будет учитываться при выборе победителя городского этапа конкурса. При этом проигравших в этой шестерке лучших педагогов нет. Каждая из них автоматически попадает уже на областной этап, где и поборется за звание лучший учитель года Самарской области. В департаменте образования Самары распределили места в детские сады. Процедуру в этом году провели впервые. В дошкольные учреждения зачислили 607 детей, в том числе 180 в ясельные группы. Родители уже в ближайшее время получат от заведующих информацию о зачислении малышей и смогут прийти в детский сад, чтобы написать заявление. Напомню, в случае положительного решения подать и оформить документы необходимо в течение 10 дней. Тем, чьи дети не попали в прошедшее распределение, нужно проверить свою заявку и ждать следующей процедуры. Они проходят каждый месяц. Здесь распределение традиционно у нас происходит по одной и той же схеме. В первую очередь учитывается право на льготное, первоочередное, внеочередное зачисление. Соответственно, все те гарантии, которые законодательством Российской Федерации предусмотрены для льготных категорий граждан, они выполняются в полном объеме. Всего на 2021-2022 учебный год распределили более 13 тысяч мест. Из них 4,5 тысячи для детей в возрасте до 3 лет. За сутки в Самарской области зарегистрировали 1826 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт stopcoronavirus.rf. Выздоровели за сутки 1479 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 191 560 пациентов с подтвержденным ковидом. Заболело же с начала наблюдений 215 124 жителя региона. В крупных городах региона открываются дополнительные пункты вакцинации. Врачи напоминают, прививка остается самым эффективным способом защитить иммунитет от всех штаммов коронавируса. Тем более в условиях распространения заразного омикрона. Тему продолжит Гульфия Сафина. Редкий случай, когда проход в торговый центр без QR-кода не только возможен, но и приветствуется. Через отдельную дверь в Тольяттинский торговый центр организован вход для первичной и повторной вакцинации. В наличии препараты как от коронавируса, так и от гриппа. Очень удобно, помещение достаточно большое. В принципе, все имеется. В настоящий момент очень важно вакцинироваться. Через 6 месяцев обязательно пройти повторную вакцинацию, для того, чтобы создавалась иммунная прослойка у населения. Я как-то сюда зашел и начал удивиться. Без очереди между шопингом. Житель Тольятти Юрий Щура заглянул в торговый центр за покупками. А увидев вывеску прививочного пункта, решил сделать и прививку. Уже пора. Как оценил мужчина, такой формат очень удобен. Без очереди. Здесь мало людей. И я как раз делал покупки. Пришел сделать прививку от гриппа. Прививался от ковида 8 месяцев тому назад. Делал сейчас уже скоро третья прививка. Все мое окружение тоже привито от ковида. Полтора года тому назад я переболел ковидом. Достаточно страшно. Так что всем советую заботиться о своем здоровье. Без выходных и праздников. Пройти вакцинацию в развернутых пунктах при торговых центрах могут все желающие. Только в этом кабинете бригада медиков в день успевает привить до 70 человек. За 8 месяцев работы здесь получили вакцину почти 12 тысяч тольяттинцев. Я сделал прививку с путник лайт. Почему решил привиться? Потому что я сам медработник. Я работаю вахтовым методом. Одним из условий заезда на вахту является наличие сертификата о прививке. Ну и плюс мое здоровье. Мне дорого. Вакцинация населения сегодня остается главной задачей в деле предотвращения роста заболеваемости. В регионе работают 200 прививочных пунктов. При торговых центрах 2 в Тольятти и 3 в Самаре. Это Гудок, Аврора и Космопорт. Гульфия Сафина. События. Первую партию вакцины «Спутник М» для подростков распределили в 8 медицинских учреждений Самары, Тольятти, Новокубышевской и Сызрани. Двухкомпонентная вакцина предназначена для профилактики COVID-19 у детей с 12 до 17 лет включительно. В областной столице прививать детей можно в больнице Середавина и городских поликлиниках номер 1, 3 и 15. С собой необходимо взять паспорт или свидетельство о рождении ребенка. Полис ОМС. Дети до 15 лет прививаются с разрешения родителей. Все документы заполняются на месте. Освобождение от занятий в общеобразовательных учреждениях после прохождения вакцинации не предусмотрено. Напомним, в регион на этой неделе поступило 1920 доз детской вакцины. Далее в эфире новости экономики. Их расскажет Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. В Самаре спрос на ипотеку выше, чем в среднем по России. Насколько он увеличился за год? По оценкам экспертов, за 2021 год число ипотечных запросов увеличилось на 55% по сравнению с предыдущим годом. Но сначала поговорим о пенсиях. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсии в 2022 году на 8,6%. Ранее глава государства говорил о необходимости индексации выплат выше уровня инфляции. Теперь средний размер пенсии составит почти 19 тысяч рублей, уверяют эксперты. Индексацию оформят с 1 января текущего года. Уже в феврале российским пенсионерам выплатят образовавшуюся в январе разницу. Индексацию выплатят в соответствии с уровнем реальной инфляции и проведут не только для гражданских лиц, но и для военных. В Самаре спрос на ипотеку выше, чем в среднем по России. За год интерес к этому виду кредитования у нас вырос в полтора раза. А количество заявок на оформление кредитов выросло в два с половиной раза по сравнению с 2020 годом. Общая сумма запрошенных за прошлый год кредитов составила 3,8 трлн рублей против 1,6 трлн в 2020 году. Это сопоставимо с годовым бюджетом Парагвая. Большинство пользователей берет ипотеку для покупки вторичного жилья. Граждане получат право регистрировать собственные товарные знаки. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс одобрило правительство. Сейчас такая возможность есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В Минэкономике ожидают, что Госдума рассмотрит закон в весеннюю сессию. Документ важен в первую очередь для самозанятых. Для них появится дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. Но нововведение может быть интересно всем людям, развивающим личный бренд. Цена нефти Brent уже в первом квартале этого года может пробить отметку в 100 долларов за баррель. С чем это связывают эксперты и какие делают прогнозы, расскажем в сюжете. Цена апрельских фьючерсов Brent подскочила до 90 долларов за баррель. И это впервые с октября 2014 года. Эксперты не исключают, что нефть может подняться и до 100 долларов за бочку. Рост нефтяных цен в последние дни в большей степени результат политического противостояния между США и Россией. Спрос на сырье растет. И мы видим, что текущий штамм Unicron, который заполонил буквально всю планету, он не приводит к новым локдаунам. Соответственно, для экономики этот штамм, он сейчас не несет такого большого риска. Поэтому спрос на нефть будет продолжать расти. Плюс к этому определенные нарастания проблем на Ближнем Востоке тоже поддерживают котировки. Единственное, что сейчас несколько смущает, это сам факт того, что нефть на максимальных значениях за много лет. По словам эксперта, многие из нефтетрейдеров захотят зафиксировать свою прибыль, и в результате наверняка произойдет коррекция. Увеличение цены Brent до 100 долларов за баррель может произойти в первом квартале года, так как именно в этот период обычно происходит сезонный рост спроса на черное золото в мире и рынок является дефицитным, то есть спрос превышает предложения. Однако со второго квартала мировой рынок станет профицитным за счет снижения спроса и роста предложений как со стороны ОПЕК, так и других стран. В этих условиях возможности для дальнейшего роста цен на нефть будут ограничены. Официальный курс доллара 77,82 рубля, евро 86,64 рубля. Нефть марки Brent уже 90 долларов и 5 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Долги россиян перед банками в этом году могут достичь триллиона рублей. Больше всего просрочек фиксируют по потребительским кредитам. По словам экспертов, активно жить взаймы жители нашей страны начинают перед праздниками, летним сезоном и отпусками. Однако погасить задолженности по кредитам вовремя и избежать штрафных санкций удается не всем. На что берут и тратят деньги самарцы и как не попасть в долговую яму и черный список банкиров, узнала Ольга Павлова. Сбербанк, ВТБ, Тиньков, Альфа-банк, ОТП, Ренессанс-кредит. Пока одни раскладывают карты, другие мечтают побыстрее от них избавиться. По данным экспертов, долги россиян в 2022 году по кредитам могут достичь одного триллиона рублей. Просрочки в основном фиксируют именно по потребительским кредитам. Хорошо поесть и вкусно отдохнуть, утверждают банкиры. Россияне любят больше, чем экономить. Он скрывает свое лицо и просит по возможности изменить голос. От сотрудников банка Алексей принимает до 50 звонков в день. Жалеет о том, что нельзя повернуть время вспять и разом отказаться от всех существующих займов. Говорит, сначала взял кредитку на 20 тысяч рублей, потом на 50. Через год аппетиты выросли и сумма кредита составила уже 100 тысяч. Всего за два года молодой человек накопил долгов более чем на полмиллиона рублей. Так получилось, что в скорое время уволись с работы и со своими долгами я рассчитаться уже теперь не могу. Мы ездили отдыхать не один раз и по ресторанам мы ходили каждый выходной. Поэтому так получилось, что на 750 тысяч набрал долгов. Честно, не знаю вообще что делать. Думаю, наверное, как-то взять, может быть, еще один какой-нибудь кредит побольше. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, просроченная задолженность россиян в 2021 году достигла 955 миллиардов рублей. Только в одном из самарских банков в прошлом году горожане взяли 35 тысяч кредитов более чем на 25 миллиардов рублей. Правда, некоторые самарцы либо не признаются, что используют средства банка, либо действительно отказались жить взаймы, получив в прошлом негативный опыт. Я взяла кредит, по-моему, какой-то телефон даже в кредит. В итоге потеряла работу, платить мне было нечем, я влезла в такие долги. А еще там был такой банк, нужно было платить четко определенного числа. А я просрочила раз, просрочила два, и в итоге бедная моя мама за меня выплачила. А вы берете кредиты потребительские? Нет, это грех. Сумму брала я сто из 250 тысяч рублей, это на развитие бизнеса, ну и на личные потребности. Трудности возникли последние два года как раз в связи с тем, что с пандемией, поэтому пришлось некоторые бизнесы перезакрыть. Мы не считаем это нужным, у нас есть денежные средства, справляемся своими силами. Сейчас считаю неразумным браться, процент явно завышенный. Был в долгах, потом разрулил эту ситуацию, и сейчас решил не брать. Чувствуете лучше себя в связи с этим? Конечно. Целевые кредиты, по утверждению банкиров, на сегодняшний день самый востребованный у потребителей продукт. Обычно деньги берут на ремонт, рефинансирование других займов, приобретение крупных товаров, автомобилей, загородной недвижимости, а также на отдых за рубежом, который длительное время был недоступен из-за ограничений, связанных с пандемией. Пиковый период спроса пришелся на весну, когда цены были исторически минимальными, и, соответственно, спрос населения возрос на потребительские кредиты. И также в период предновогодних праздников клиенты активно решали свои задачи с помощью финансирования банков. Правда, взять кредит – это только половина дела. Погасить задолженность вовремя удается не всем и не всегда. В этом случае банки предлагают несколько вариантов, начиная от рефинансирования, заканчивая кредитными каникулами. У нас есть кредитные каникулы, и готовы оказать поддержку каждому клиенту. Поэтому необходимо обратиться в банк, либо на горячую линию, либо к нам в офис, и, соответственно, мы поможем каждому клиенту. А вот скрываться от сотрудников банка и коллекторов, как поступает наш герой, крайне нежелательно. Платить все-таки придется, и, скорее всего, по решению суда. Кредитные карты – это зло, которое поглощает. И ты вроде такой, всегда думаешь, что у тебя есть деньги на карте, что ты такой с деньгами, а на самом деле у тебя ничего нет, и ты становишься добро собой, что больше. Чтобы подобного не происходило, стоит почаще вспоминать народную мудрость. Берешь чужие ненадолго, отдаешь свои и навсегда. Ольга Павлова, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События. Далее коротко о других темах дня. Далее коротко о других темах дня. Индивидуальный предприниматель пытался передать 20 тысяч рублей оперуполномочному, чтобы избежать проверки и изъятия незаконной табачной продукции. Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. В этом году в городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в региональном правительстве. Для сбора сухих отходов, пластика, макулатура, стекла и металла закупили 1790 контейнеров. Мусоросборники желтого цвета установят на контейнерных площадках в Самаре, Сызране, Тольятти и Новокубишевске. На покупку новых контейнеров из федерального бюджета направили более 28 миллионов рублей. Из областного – более 4,5. В Самаре стартовали работы по модернизации водопровода. Из-за этого пришлось временно перекрыть участок дороги. Ограничения ввели на улице Белогородской от Хибинского переулка до Лосиного парка. Проехать там нельзя будет до конца дня 4 февраля. Автобусы 39 маршрута будут следовать по скорректированной схеме. Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные маршруты для поездок. Администрация Самары предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед. Его толщина должна быть не менее 15 сантиметров. Прочность льда можно определить визуально. Лед прозрачный, голубого или зеленого оттенков – прочный. А у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед пористый, имеет оттенки серого, матового белого или желтого цветов. На спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги – переход по льду запрещен. 800 профессиональных спортсменов и любителей в Самаре стартовал 8-й лыжный марафон «Соколь-Егоры». Открыла серию соревнований «Ночная гонка». Мария Левина расскажет подробнее. Игорь Рикадзе всю жизнь выбирает спорт. Раньше было плавание и бег. А три года назад друзья пригласили покататься на лыжах. С тех пор этот зимний вид спорта стал одним из любимых. Игорь начал участвовать в соревнованиях. На этот раз в ночной гонке лыжного марафона «Соколь-Егоры». Немножко экстремально, конечно. Бежишь, в гору как бы залезть, а с горы как бы не упасть. И все время вот этот адреналин, он присутствует. И такая атмосферная гоночка получается. Марафон «Соколь-Егоры» проходит в Самаре в восьмой раз. В этом году собрал порядка 800 участников со всей России, а также гостей из других стран. Лыжный марафон «Соколь-Егоры» – это уже не столько спортивное мероприятие, сколько и туристическое. Потому что к нам приезжают со всей страны более 120 населенных пунктов Российской Федерации. Приезжают к нам из-за границы. И не случайно наш марафон два года подряд становился лауреатом туристической премии «Рашн Эвордс». Для профессиональных спортсменов и любителей подготовили трассы от 3 до 50 километров. Есть и самая легкая трасса для новичков – на 2,5 километра. Соревнования будут проходить несколько дней. Марафон открыла ночная гонка – самый эффектный этап. Победители выбирают по каждой из дистанций. Однако главный приз здесь не медаль, говорят лыжники, а собственное здоровье, которое сегодня ценят особенно высоко. Мария Левина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самарагис, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok